Сегодня, если на нашей теме, я немножко изменил название. Значит, она у нас называлась «Форма сущность и исторические типы государства». Вот раз я начну с сущностей исторических типов и форм государства, как бы в обратной последовательности, логика это позволяет. Но я это делаю потому, что вот нынешняя ситуация в России, она очень хорошо показывает взаимосвязь этих категорий. Как диктатура руководила, руководит и будет руководить государством. И сейчас это вот как на ладони мы видим, как на гражданин Путин, это все показывает в лицах, в поступках, в действиях. Но чтобы это на практике видеть, нужно знать теорию. Человек, который не знает теории, он всего этого не видит и не понимает, естественно, что происходит. Поэтому Платон и сравнивает такого обычного, обыденного наблюдателя с человеком, который сидит в темнице внизу, наверху там ходят люди и бросают тень на стену. И человек, сидящий в темнице, по этим теням хочет что-то поймать, выловить. Это идеи, которые знают мудрецы, а это отпечатки, явления, события случайные, которые люди видят, а кто-нибудь не понимают. Так вот, теоретически важнейшее положение. Всякая государственная власть есть диктатура. Всякая, без исключений. Какие вопросы по этому пункту? Нету сомнений. Теперь, что такое диктатура, встает вопрос. У нас диктатура, диктатура, все пишут диктатура, диктатура. Вот, интересно, «Эксперт», журнал «Эксперт», один из последних или последний, публикует рецензию, только что переведенный на русский язык, вышедшую в 1979 году в Германии, книгу исследователя западного о революционных ситуациях, о революциях. То есть чувствует, что вот что-то такое не то, что-то чем-то пахнет воздух. И суета пусинская, она именно с этим связана. И он, этот Александр Механик, автор, он очень толковый человек. Обычно он писал о проблемах в истории и существовании техники, технологии, технической революции, а в последнее время, что-то он занялся политическими проблемами. Пишет о демократии, о выборах и вот об этой революционной ситуации. Причем, меня так удивило, удивило и порадовало, что он вспоминает Ленина, цитаты прямо в кавычках, не ссылаясь там, говорит, как говорил Ленин и пишет, не ссылаясь где это, когда это, предполагая, что его читатели хорошо знают Ленина и знают откуда это, что это, почем это и зачем это. Так что вот сознание обосновено и эта тема по этому, я думаю, что вам очень хорошо ляжет на ваше сознание, на ваше предыдущее знание. Итак, диктатура – это власть одного класса. Что такое диктатура? Диктатура – это власть одного класса. Какие вопросы по этому пункту? Какие сомнения? Есть сомнения, что у нас сейчас власть одного класса? Ну, какие? То есть, нет сомнений, это власть одного класса. Или есть? Нет. Есть только одно сомнение, что всего класса? Нет, конечно. Об этом мы еще чуть-чуть попозже поговорим, когда и будем говорить о формах, о видах и формах. Значит, ну, даже можно и сейчас. Нет, лучше потом, попозже. Значит, диктатура – это власть одного класса. Следовательно, какие классы – такие диктатуры. Какие диктатуры – такие государства. Какие, вы стало быть, знаем, диктатуры? Буржуазная, рабовладельческая. Ну, первая – рабовладельческая, да? Диктатура рабовладельцев. И никаких тут сомнений, проблем нету. Рабовладельцы ни с кем не делят в свою власть. Вторая – фиадал. Третья – буржуазная. Четвертая – пролетарская или рабочего класса. Никаких сомнений нету теоретических. И странно, что сомнения появились у руководителей Компартии. Я думаю, не потому, что они что-то не понимают теории, не потому, что они дурачки, не потому, что они простодушны, а потому, что они хитрые служители буржуазии. Буржуазии уже были тогда, в конце 50-х, в начале 60-х годов. Это был идейный переворот. И в программе партии в 61-м году, на 22-м фельде, они этот переворот закрепили в программе партии. В программе партии партия отказалась от диктатуры патриата. Следовательно, советским государством после 61-го года руководила не диктатурой рабочего класса, а диктатура буржуазии. Диктатура буржуазии. То есть тут никаких сомнений нет, не должно быть. Потому, что тут не заблудиться, это пять пальцев. Другое дело, что словесная мишура, идейная мишура, привычки, и поскольку это было глубоко верхушечно и теоретически, конечно, массам непонятно, масса, она даже развита и в Советском Союзе образованная, она в этих вопросах не разбирается. Ну и там говорят о коммунизме, что вот коммунизм настанет через 20 лет, ну и вроде народ спокоен. Но на самом деле это был уже политический переворот. И начался переходный период к реальному буржуазному стройку, к реальному капитализму. И завершив свою контрреволюцию уже полностью открытой и даже открытой террористической диктатурой наиболее реакционных и даже шовинистических в Германии кругу. Это расстрел Белодома, это был факт террора, то есть напугали, во-первых, депутатов, что они потом не пискнули, во-вторых, и народ в шоке, в совокупающей шоковой терапии, он до сих пор не может выйти от этого шока, не освободиться от этого шока, от голода, от вымираний миллионов в 90-е годы. Так что диктатура, и как бы это ни было невыносимо может быть кому-то психологически, никаких тут других выводов нет. Значит, вот существует четыре вида государства, четыре исторических типа государства. Феодальное, правоведческое, феодальное, капиталистическое, социалистическое. И во всех этих случаях диктатура. Пока оно есть, пока есть государство, есть диктатура. Когда его не будет, диктатура не будет. Значит, третий теннис, третье положение. Существует два вида государства. Или надо лучше даже так сказать. Вот сущность диктатуры – это родовое качество государства. Родовое. Оно касается любого государства. Если государство, то диктатура одного класса. Другое дело, что у него там могут быть союзники, попутчики и так далее. Но власть направляет, руководит. Скажем, у нас рабочий класс взял в союзники крестьян. Интеллигенция, значительная часть интеллигенции поддержала его сначала, а потом большинство абсолютное. Но руководить всем процессом государственным – рабочий класс. Значит, родовое. А видов у этого рода два. Первый – это государством руководит или один человек, или руководство является общим делом республика. Два других видов государства нет. Или есть? В партии было 20, если вы не ради. Да. Спасибо, Степан Степанович. Тем не менее, это была демократия. Нет, это была монархия. Другое дело, что монархов было два. Кстати, если уж хорошо, что вы вспомнили этот момент. Я-то вот у меня новая книжка нашего историко-печатанного испарта, он только что вышел, я ее читаю. Значит, вот она там подробно рассматривает этот вопрос, и меня там в некоторых отношениях удивило. Значит, что… Остальное дело на этом пункте. Значит, что в государстве есть отрицание рода. Раньше было общество родовое, строй родовой. Государство отрицает род. Как оно его отрицает? Оно отрицает род и его руководство за счет того, что один, выделяется один господствующий род, и ближайшие богатые крепкие роды, которые его поддерживают, на которые царственный род опирается. Поэтому древнейшие государства – они, как правило, монархи. Что значит монархи? Монархия есть власть одного рода. И тут и монархия, и демократия, и диктатура, и все, что хочешь. Причем монархия вот эта первичная, она в каких-то отношениях или у мудрых монархов, она по содержанию не отличалась от демократии. Она была, конечно, для своих людей, для своего рода. Там же постоянная борьба родов, племен и так далее. Геродота мы открываем, и там бесконечные войны. Масса родов померли. То есть там, где нет связки между господствующими родами и массой племени, это племя обречено. Поэтому первые монархи – вот они вот такие. Но чем дальше, тем больше роды отрываются от основной массы сородичей. Государства становится все больше. Это, скажем, гомеровский герой Одиссей, да? Он же царь на Итоке. Итоке – деревня на острове, небольшое острово, там небольшая деревенька. Одиссей изображает, значит, царя вот этого первобытного. Или Троя. Ну, Троя – это типа большой станицы нашей Южной. Только в центре есть эти каменные дома там, так сказать, вокруг. Ну, а стены? Да, да. Стены обгорожены рвом там. Ну, укрепленные, короче говоря, все-таки относительно места. То есть это мелкие, мельчайшие городишки. Город и государство одно и то же. Причем вот эти крупные роды, они составляют общину. Это и называлось – городская община. Община мужей рабовладельцев, крепких мужиков, вооруженных, которые сообщают и управляют всем городом. Поэтому в Афинах там, скажем, граждан в лучшие это времена было тысяч тридцать, а в первые там, может, и тысяч десять, а управляют они сотнями тысяч рабов. До трехсот сорока тысяч рабов было в этом государстве. Почему-то же рабы-то они и ремесленники, они по одному – невооруженные, неграмотные, темные. Поэтому их ловят где-нибудь там в степи, в скифе или еще где-нибудь и приводят в кости рабов. Под конец и своих стали греков за долги делать рабами. И только революция Салона привела к тому, что все-таки своих греков от рабства начали более-менее освобождать. Хотя потом эти формы все равно вернулись. Да, так государство – это снятый род. И вот это вот диктаторство, концентрация власти – это его родовая черта. У всех государств, значит, сущность – это диктатура одного класса. Если хотите – диктатура вот этой общины. И, скажем, сейчас наши буржуи, они тесно связаны общиной своей. У них не такая община, что там все друг друга знают, ходят друг друга в гости и так далее. А так, что у них масса всяких организаций, в которых они постоянно общаются, обсуждают вопросы, договариваются. И вместе эксплуатируют великий и могучий русский народ. Вместе с братскими народами. Скажем, Российский союз промышленников и предпринимателей – это профсоюз рабовладельцев, которые совместно нами управляют, которые совместно из нас высасывают сотки. Причем заработная плата была тут какое-то время, когда я проводил исследование зарплаты и коллективных договоров в Ленинграде. Значит, высокая зарплата у токарей, фрезеровщиков – 25 тысяч. 25 тысяч на Ленинградском механическом заводе, на металлическом заводе, на электросиле, где хотите. Почему? Потому что если кто-то посмеет нарушить договор и заплатит там своим не 25, а 26 тысяч, ему сразу позвонят. Ты, Вася, тебе кто велел повышать зарплату? Ты нам сомьешь все карты. Поэтому это сильнейший профсоюз. А трудящиеся, трудящиеся, они морочат голову, угнетают, порвающают телевидением и кредитами. И вот здесь, если такой вот общественной жизни большой, нету, еще только начинает он более-менее организовываться. Потом я об этом тоже скажу. Значит, виды. Что такое виды государства? Вид – это определенный род. Что такое вид? Это определенный род. Скажем, человеческие делятся на два вида – мужчин и женщин. И сразу видно, что она к одному роду, а к одному роду, а к одному роду. По виду. Кстати, отсюда же происходит и идея, слово «идея». Идея – это тоже вид. Но идея воплощенная, идея материализованная. То есть, определенная идея, определенное своим содержанием. Значит, вот два вида. Или один руководит, или общественный руководитель. Один – это монархия общественных. Но общественная руководитель может осуществляться в двух формах – или правит большинство, или правит меньшинство. Когда правит меньшинство – это аристократия. Аристократия всегда мало. Но она может сорганизоваться, она может стать и, часто, иметь свою общину, свою общественность. И спокойно, миллионными массами руководит, скажем, даже сейчас. Ну, в Греции, скажем, тысячными, статысячными. Вторая, да, две группы – значит, демократия, когда большинство, и аристократия, когда меньшинство. И то, и то называется республикой. Значит, да, монархия и аристократия – виды, да, и республика – виды. А республика может двух формах – или аристократическая, или демократическая. Аристократическая – это когда небольшая группа людей. Это наиболее крупные аристократические роды правят, как правило. А демократия – это остальной людь, который, по большому счёту, родов он уже не имеет. И я думаю, что и вы своих родов не знаете. Как прабабушку по отцовской линии-то зовут? Не знаю. Вот я вам про это и говорю. А надо знать, уважать свой род – пролетарский, крестьянский. Да, значит, демократия и аристократия. И получается, что вообще имеется, стало быть, три формы государственного совета. Монархия – она и вид, и формы. Аристократия и демократия. Никаких других форм государственного устройства, нормальных, нету. Какие есть вопросы и сомнения на это дело? У меня ни вопрос, ни сомнения. Нам в школе рассказывали про какого-то философа, который каждый из этих категорий ещё удвоил. У него была типа монархия. Всё. Я понял вас. Я об этом ещё скажу специально. Сначала нужно на этом пункте остановиться, потоптаться и убедиться, что никаких других форм самостоятельных на них нет государства. Это три формы. Другое дело, что они не всегда существуют в своей такой вот истинной определённости. Почему? Потому что государь или государство, каким бы оно ни было, оно призвано защищать свой народ, развивать свой народ, управлять своим государством в интересах этого государства. Но часто в истории мы видим, что и монархи даже, и тем более аристократия, и даже демократия, они изменяют сути своего государства, изменяют своим государством, увлекаются своими интересами, воровством, используют власть в личных, корыстных интересах и цари, и аристократия, и демократия. Ему это, я думаю, что даже ни разного примера приводить не надо. Или надо? Ну да, ну пожалуйста. Значит, монархия, любая, в том числе и романовская, значит, она заботилась, конечно, о границах государства внешних, а о крестьянах и народе рабочем меньше всего, и заботилась о том, чтобы, значит, опираться на иностранцев, и здесь нами руководили то немцы, то французы, то англичане, и в войнах сталкивали, значит, или англичане, или французы, или немцы. И перевороты делали англичане, или французы, или немцы. Например, скажем, Павлушу I пристукнули из-за того, что полен из курлянских помещиков выполнял интересы английского капитала. Что? Была же торговля по ботническим волнам, залез и сало, возят к нам. Что? Мишеру всякую для женщин. Шляпки, платья, туфли, сумочки и прочее, прочее, прочее. Как только Павел договорился с Наполеоном совершить поход в Индию, его пристукнули. Почему? Потому что это была угроза отхода от английской политики, дружественной по отношению к Англии и политике, профранцузской политике. Такой и царь был не нужен, они его во главе с Поляном с этим пристукнули. И сынок сидел в соседней комнате. И молчок тишина. Ой, какие, значит, Романовы, хотя там клейма не на этом стоит. Екатерина II, во-первых, мужа своего убила, ну, фактически руками Орловых. Во-вторых, Иоанна VI Антоновича пристукнула, младенца велела пристукать, организовала заговор так называемого Мировича. Слышали такого Мировича? Да. Ну, он уже 18 лет был, но его не могут разоряться держать. Его держали в Шуицербургской крепости. И там у них была инструкция, что если там что-нибудь, его нужно ликвидировать. Она там подговорила через кого-то этого Мировича, что, мол, надо освободить этого самого Антоновича. Тот пошел освобождать. Там пристукнули этого, значит, Ивана Антоновича, потому что вот была угроза его освобождить. То есть это наивные такие обманщики. Дамочка, она шустрая была, но все-таки на всякого мудреца довольно простоты. Так что у них аристократия, сколько хотите. Кстати, они пришли к власти, Романовы, из вот этого... Какое словечко-то подобрать? Муравейника, значит, который варился в эпоху смуты. Они предали Россию, значит, польскому царю Владиславу. Готовили его на встречу. Романов там, папашка, сидел в Польше. Не сидел, а он там, значит, жил припевающе. А потом... Тушино, да? Тушино – это Тушинский вор и Лжедмитрий, которые тоже были организованы в Польше. И тоже там, наверное, участвовал Романов. Во всяком случае. Вот, то есть на этом отцы Романовы там тоже клейма негде ставить. Тем не менее, значит, они умудрились отбросить организаторов Нижегородского вечера и похода, Дмитрия Пожарского, Кузьму Минина. Они же отодвинули, фактически, на выборах. И подтасовками, обманами, значит, избрали Михаила Федоровича Романова. И поэтому вот вся эта тюрьма и продолжается со всеми их царями. Никто из них практически не жил и не умер спокойно. Даже и Петра Первого бедняжего, значит, затравили. Замечили. Да, замечили. Да, ну ладно, это что-то мы увлеклись этой темой. Она, конечно, не интересная, но она нас немножко в эту тему. Значит, да, у нас семибанкирщина – это вот типичная, значит, это не аристократия, а это извращение аристократии. Извращение, извращенная форма монархии – это тирания. Когда монарх действует в своих личных интересах, а не интересах общества. Извращенная форма аристократии – это олигархия. Вот, скажем, семибанкирщина была олигархией перед Романовыми. И, скажем, семибанкирщина или вот эта вот семья Ельцина – это тоже был такой краткий период олигархии. Причём, то олигархию Путин разогнал, а, значит, кое-какую, какую-то часть, так сказать, не нашей, да, в скобках, в кавычках – не нашей. А наша, она так всё и сохранилась, она вся и руководит. Причём у каждого из них власти больше, чем у министра, скажем, Алексей Миллер. У него активы больше, чем у министра. Он функцию выполняет более важные, чем министр. Ну и так далее. То есть, вот эти три формы, да, они есть, и мы знаем о них. И, значит, при анализе государств, оглядываемся на них, как то или иное государство, оно в подлинной форме находится или в извращенной? А извращенная демократия – это, по-моему, анархия? О, да, это я до неё не дошёл. С демократией. Не дошёл я до неё, да? С демократией. Да, с демократией вот такой вопрос. Значит, вот эти формы, они известны от Платона и Аристотеля. И Аристотель говорит, Аристотель, называя основные формы, называет монархию, аристократию и полития у него есть ещё. Вот нормальная форма называется у Аристотеля полития. А демократия – это её извращение. Вот извращенная форма демократии. Почему? Потому что, когда правят все, все роды, да, то имеется в виду, что в демократии один авторитетный руководитель, которого уважают, значит, народ и аристократия, все поддерживают и государство цветёт и процветает. Это вот идеал, идеальный государство. Но так не бывает чаще всего. Чаще бывает, что, значит, такой лидер на первых порах появляется, потом меняются лидеры и демократия вырождается. В зависимости от того, во что она вырождается, значит, цикл потом повторяется снова или в монархии, или в тирании, или начинается какой-нибудь тирании с какой-нибудь диктатурой. Еще вопросы? Все понятно? Хорошо, следуем. И, наконец, значит, государство или диктатура может исполнять свои функции в разном режиме. Скажем, монархия может быть лёгкой, объясняет Владимир Ильич, где-то я его сейчас вот не помню, лёгкой, как руководство дирижёрской палочки. А все слушают и выполняют, что им положено. Ну зачем тут диктатура какая-то жёсткая? Не нужна жёсткая. Как скажут, в советские времена во времена Брежнева. В советские времена эпохи Брежнева. Никакая там диктатура не нужна была. Там развитые, образованные, законопослушный народ, абсолютно поддерживающий советское государство. Там где-то, значит, десяток или два, или сотня диссидентов, которые чушь какую-то несут, неинтересно. Поэтому, ну и несут, и несут. Выслали, ну и правильно сделали это услужение ценатория. Кстати, вот этот вот Михаил Сергеевич, о котором я здесь пишу, вот он умер 25 декабря. А, вы, по-моему, здесь как раз были. Зачёт, после зачёта ещё. Да, да, да. Вот я ездил, похоронил его. Как раз я написал, не успел ему вручить. Я поехал-то вручать ему, собрался, а он умер. И пришлось поехать на его порт. Вот он разоблачил основателя этого Солженицына и сделал нам всем, и особенно молодёжи, от него привил, что Солженицына создали антикоммунисты КПСС и ЦРУ. Да, значит, диктатура может быть в разном режиме действовать, может быть мягким дирижированием дирижерской палочки, а может быть суровой и жестокой. Причём, скажем, как правило, после революции наступает время диктатора. И, скажем, Энгельс с Марсом, они прямо говорили в революции 1948 года, что вот такой-то, значит, он должен был взять на себя право диктатора, а он испугался. Или, скажем, декабристы наши назначили диктатором трубить скола, а он испугался и не прижёл на дворцевую площадь. А этого одного достаточно для права восстания. Вот, скажем, французская революция – это диктатура, во-первых, дикабрицев сначала, во-вторых, уже контр-такая диктатура Наполеона Первого Бонапарта. Значит, в России керильский типичный диктатор, но слабовольный, туповатый и какой-то не в себе немножко. Да и класс буржуазии, он всегда после революции ещё ослабленный, когда он делает буржуазную революцию. Он ещё молодой, неопытный, слабый. Также и русская буржуазия была молодая, неопытная и слабая. И руководитель такой, поэтому ничего не очень. Ну и так далее. Или, скажем, когда Риму древнему понадобилось расправиться с восстанием Спартака, был назначен диктатором Сулла. Значит, один из консулов, ему дали все права, давай, Сулла, действуй. Вот он уже в армии, и Спартака, значит, войско разбилось. Это было в сказнице примерно в пятьдесят лет. Что? Вы путаете Спартака с Марием. Не путаем. Я с Гарием Марием. Значит, вы читали Джованни Юрия Спартака? Что? Вот. Там начинается он – диктатура Суллы. Значит, и объясняется, что вот она всякий раз, когда, значит, возникают такие ситуации, руководство ищет диктатора. Или сам он становится диктатором, или ещё лучше найдёт кого-нибудь, значит, который выполнит эту миссию. То есть, один человек, которому даются все права для того, чтобы, значит, сделать дело. И Ленин говорит про нас, про большевиков. Диктатура – это железная власть, а наша власть в восемнадцатом году больше похожа на писей. Критикует своих товарищей. И, в общем, наверное, довольно правильно. Почему? Потому что первый год ещё только пришли к власти, ещё не овладели государством, не овладели всеми структурами. Конечно, где-то в отдельных точках она жёстко структурировалась, а где-то она, конечно, была ещё очень амортная, похожая на писей. Но, так или иначе, мягкая она или жёсткая – она диктатура. Диктатура, то есть власть одного класса. И, в принципе, диктатура притрята свою задачу, по крайней мере, при Сталине, она выполнила. И вот моё поколение послевоенное, я пошёл в школу в пятьдесят четыртом году, мы на себе очень хорошо ощущали, что вот жизнь налаживается, с каждым годом всё какие-то новости, всё что-то новое. То, значит, корабль этот вот Ленин, ледокол Ленин, и вот мы собирали эти петки с коробков, марки собирали с этим ледоколом. То, значит, космическая эпопея в пятьдесят седьмом году началась, вот там эти собаки, Лайка, Белка и Стрелка собирали тоже спичные коробки, марки и прочее. То вот телевизоры, холодильники стали в массовом порядке появляться, газификация пошла. А я начинал ещё, помню, керосинки и пирогады. На дровах. Да, на дровах, да. То есть мы вот чувствовали, что вот жизнь улучшается, она очень интересна в научном, техническом отношении. В школе мы выписывали, и мне папа выписывал из простой рабочей семьи два журнала, значит, «Наука и жизнь» и «Техника молодёжи». Я был просвещённым человеком. Так что она выполнила свою роль, но, видимо, с одной стороны в войне погибло слишком много рабочих и коммунистов, партия была ослаблена, ролетариат был ослаблен, а эти мерзавцы, они, наоборот, отлежались, отъелись, отдохнули и совершили своё гнусное дело – удавили Советскую Республику. И, по крайней мере, начали с идеологии. О чём я пишу в одной, в предыдущем, по-моему, сборнике, так сказать, о мировоззрении. Ну и если обратиться теперь к практике, к современности, то мы это очень чётко видим. Скажем, пришли граждане-демократы, вот тут теперь у нас демократия, вот у нас теперь тут гласность, вот говори, что хочешь. Значит, газеты выпускай, какие хочешь, партии создавай, какие хочешь, всё хорошо. Но немножко пошумели, немножко покричали, наиздавали партии, газеты. Но через два года разразился кризис. Значит, и Верховный Совет выступил, наконец, против фактически единоличного такого управления Ельцина, который осуществлял фактически единоличного диктатуру и уже мало обращал на Верховный Совет. Верховный Совет, естественно, стал выступать против. Возник конфликт, в результате которого Верховный Совет издал постановление о том, что Ельцин замещается, а функции кризиса будет пока выполнять Росской. На что диктатор Ельцин ответил. Значит, купил четыре танка на свои деньги и послал их пострелять по Белому Дому, по Верховному Совету. Те подъехали, выстрелили. Я думаю, что пейзаж – это вы все помните. Помните? Да. Ну вот. Теперь, был там судья Зорькин, председатель Кинсонного суда, товарищ коммунист с большим стажем Зорькин. Он вроде на первых порах думал, что Путина скинут, значит, поддержал Верховный Совет. Путина – на Ельцин. Нет. Что-то я… На Ельцин? Я говорю, да, поддержал, да, конечно, Ельцин. Поддержал Ельцина. Потом видит, что Ельцин, оказывается, действительно, диктатор, значит, назад пятками. Ельцин его отстранил от власти, он совсем уж напугался, думал, он остались и лет без клева останется. Вот. И таким образом судебной власти нету, законодательной власти нету. А остался он один голенький диктатор. И тут же весь конституционный процесс, который до этого шел, а до этого готовилась новая Конституция. Целое лето обсуждалось пять проектов Конституции, в том числе «Народная правда» опубликовала наш проект, так называемый проект Слободкина. Вот обсуждали в газетах, все это шумели, спорили. В ноябре Ельцин вынул этот проект Конституции, я думаю, что СССР ему дали. Хотя, значит, ссылались они на Шахрая, чтобы он готовил проект Конституции. Хотя была официальная Конституция, подготовленная Ельциным и его помощником Олегом Румянцевым был такой. Ну, потом, жандармы Ельцинские – это хорошо, Думенковы отдували. Да-да. Вот, поэтому даже свой вот этот проект они отбросили, и вот этот Шахраевский, так сказать, проект Конституции вынесли, якобы вынесли на референдум. Но на референдуме вместо того, чтобы спросить, какой из проектов вы принимаете в качестве Конституции, там граждан спросили – вы за Конституцию Российской Федерации? Конституция у нас одна в Российской Федерации, та, которая есть, которая работает. Поэтому, конечно, за неё граждане, они не антикомиссионные, они законопослушные. То есть, это была подтасовка дешёвая, и как только народ пришёл и что-то там поставил, значит, все документы по этой Конституции были согрены. Поэтому многие сейчас вот говорят, что Конституция не принята, и правильно они говорят – она не принята. Это подделка, которую мы пользуемся. И, значит, вот вам и диктатура и демократия, которую установил Ельцин. Теперь, во-вторых, с неограниченными полномочиями, которые давала вот эта Конституция 1993 года. Поэтому с этими правами Ельцин, он руководил практически не столько законами, не столько с помощью законодательной власти, сколько указами. А указы готовили американские, значит, инструкторы, которые там вокруг полиции твасели как мухи на известном предмете. У одного Чубайса было 200 американских консультантов. Причем? Это не частные люди, которых пригласили поконсультировать, а это были американские государственные служащие. Как-то выяснилось. Значит, двое из них в процессе приватизации присвоили какие-то суммы. И вдруг английская там начальство, которое принимало отчеты, видит, что чего-то не хватает там миллионам долларов. А где же это? А, кажется, вот эти два присвоили. Их посадили в тюрьму. То есть, это делало ЦРУ сознательно. Государство американское. И я думаю, что и сейчас там агентов навал, но почему-то они не говорят и не вспоминают, что странно с этим. Точно так же и почему вот эта ситуация возникла? Она возникла как продолжение предыдущей. Значит, осуществлялась единоличная диктатура Ельцина на основе понедельной конституции. Стала на основе, так на юридическом языке, нелегитимной конституции. Она нелегитимна, незаконна. И поскольку Владимир Владимирович чувствует, что она работает и против него, он-то все-таки на нее опирается, ему очень важно сделать ее легитимной. Поэтому вот важнейший вопрос этого переворота, который он осуществил в январе, это вопрос о легитимации конституции. Вот об этом никто не говорит. Что ему нужно привести народ на референдум, чтобы он проголосовал и сделал конституцию легитимной просто, не говоря уж там, что там будет в этой конституции. Это как деньги отмыть, что ли? Ну да, в денежной сфере отмывая деньги, а он хочет отмыть конституцию. Что? Зачем ее вообще легитимно делать? Жили же 30 лет безлегитимной. Так вот, 30 лет мы живем, как на вулкане, в ситуации стабильности. И сегодня как раз передают ту часть интервью с Путиным, который говорит, объясняет вот это свое положение, свои достижения. И вот там спрашивают журналисты, ну а чем отличается стабильность от застоя? И он не нашел ничего лучшего, он убеждает нас, что вот он достиг стабильности. Не нашел ничего лучшего ответить, как сказал, что застой – это движение назад, а стабильность – это основа для движения вперед. Но это наивно, в чем наивность? Не знаю, это просто одно и то же. Нет, это не одно. Это небольшая. Разница тут есть. И Путин пытался ее выудить быстро, но культурки не хватает, Гегеля не изучал. И знание не хватает. Да, да. И забывается. Значит, это, кстати, с Дианой мы на эту тему провели беседу. Я объяснял трудящимся, что вот вся политика Гельцина и Путина была – это политика стабильности. И Черномырдин часто, часто вспомнил – главная стабильность. И я студентам в вузах и в таких вот публичных выступлениях объясняю – да, стабильность достигнута. Россия стабильно разрушается, вот стабильненько, стабильненько, так рушается, 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 рушается. И дошла до ручки, значит, к 2000 году. Еще бы немножко она развалилась, поэтому спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он это остановил. Это его историческая заслуга, я считаю. Поэтому и сейчас какая стабильность? У вас стабильность продолжается. Пытались они недавно изменить политику стабильности на политику оптимизации. Надо оптимизировать. И вот сейчас у них все оптимизируется. Что значит оптимизация? Это значит, что вот что-то плохие школы. Так а много школ-то? Мы остальных перейдем. Хорошие школы эти и уничтожим. У нас неоптимальное количество школ. Или вот там, значит, медицинские пункты какие-то не очень оборудованы. Ну так это неоптимально, у нас что-то много этих медицинских пунктов. Давайте мы их закроем, а больницы вот отремонтировали зато. Разрушили. Но плачь-то и стон, он все равно стоит по стране. Поэтому оптимизация – это удушение теперь уже, а не стабильность. И так все. Значит, вот сейчас Мишустин пришел, оптимизирует еще больше налогов. Он оптимизировал уже. Теперь налогов собирается в полтора раза больше, чем до Мишустина. Вот сейчас он еще оптимизирует. Значит, совсем будут последние соки выжимать. И с малого медицинского, и с трудящихся, и со всех на свете. Вот и вся оптимизация. И, значит, чтобы все-таки немножко как-то изменить, ему нужна Конституция. Ведь незаконная Конституция – это как бы строительство государства на песке. Вот Конституции Советские они не были такие. Провозгласил о поправках в январе, а в апреле уже будем, значит, голосовать за эти поправки. Как тут уже изменили за несколько месяцев. Тогда, как раньше, это все вырабатывало, обсуждалось. Сначала в республиках, в прессе, в государственной. Потом принималось. Конституция 1967 года, там она чуть ли не полтора года обсуждалась в прессе вообще. А тут раз, 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 быстрее, лишь бы народ пришел и проглазал. Вот можно было сказать, что все, вот она проголосована, у нас законная Конституция. И второй важнейший пункт, значит, у этого переворота, он состоит в том, чтобы изменить структуру власти. Причем здесь он не оригинальный. Такой поворот, такой финт уже делал Горбачев. Если вы помните, значит, ему понадобился сначала государственный совет, а потом президент. Президент, выбираемый этим президентским советом. Это был государственный переворот. Я тогда об этом говорил. Я объяснял трудящимся в высшей партийной школе. Я говорю, вы разве не видишь, что это антигосударственный переворот реакционного свойства? Он концентрирует власть в своих руках. Он уже половину развалил, и если ему отдать эту власть, он другую доразвалит, и государство разрушит. Ну, тогда не послушали товарищи, не поверили. Я говорю, он сам провалится, партию провалит, и государство разрушит. Так и получилось. Точно в такой же ситуации находится и Владимир Владимирович Путин. Вот он стремится создать этот самый государственный совет, который он потом возглавит, и как бы возвысится над государством. Государство из каких частей состоит? Законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть. Законодательная власть исполняет законы. Законодательная власть создаёт законы. Причём, это вот в такую мелочь всё превратилось, значит, добавим материнского капитала. Этого, значит, поручил бы он, добавим, там, матерям при рождении, там, ребёнка. Они бы сделали, и мы бы этого даже не заметили. Тут такая воня в Конституцию этого звонить. Я уж не говорю, что экономический смысл, он вредный этого. Вместо того, чтобы дать мужчинам заработать, платить им нормальную заработную плату, на которую они могли бы с гордостью, значит, с женой воспитывать своих деток, им дают подачку на детей. Дескать, вы сами не можете, знаете, и чувствуете себя халуями. Он сам любит подачки, мне кажется. Так он любит то, что его довели до нищеты. Ну, даже не нищие там очень радуются таким никому. Не нищие-то кто по-вашему? Ну, не знаю, люди там зарплаты. Ну, как он? Ну, почему это? 60? Они не получают, они не получают полноценные заработные платы. Они не получают стоимости своей рабочей силы. Так если вы понимаете… Ну, мало ли кто что считает. Мы же здесь собрались не для того, чтобы собирать кто-то что считает. Мало ли кто что считает. Это, ну, не нищета, конечно, 60 тысяч по нашим вот этим меркам. По европейским меркам – это нищета. А по нашей меркам, ну, вроде, по сравнению с другими можно жить. Вот. Но на самом деле это очень… Я бросил работу, потому что посчитал, что за 40 тысяч я работать не могу. Это не уважает себе. И время тратить. В этот случай я вот попросвещаю народ, и он, глядишь, сам включится в развитие общества и государства, экономики. Чем работать на буржуев за 40 тысяч рублей? Да пошли в него! Значит, на чем я становился-то? От чего вы меня отвлекли-то? Да, главное в том, чтобы создать… Законодательная власть издает законы, исполнительная власть исполняет законы, а судебная власть контролирует правильность исполнения закона. Законность, правильность исполнения закона. Теперь, Владимир Владимирович, громоздит над ними государственные советы. Федеральное собрание – это так совет. Дума – это так совет. И еще теперь третий будет совет. По мысли его, значит, там соберутся люди, которые без того уже… Такой совет уже существует. Совет безопасности – это и есть и сейчас такой совет, где формулируется вся политика. Там вот он собрал своих друзей из КГБ – Иванов, потом начальник КГБ, как его было? Ну, в общем, вот это высшее руководство. И они заседают в этом сайте. Сырков не входил. Сырков не входил. Значит, они обсуждают и говорят, какие законы надо принять, в каком направлении надо действовать. Теперь, значит, будет вот этот государственный совет. В нем засядет, значит, Владимир Владимирович Путин. Это будет такой большой авторитет, как сейчас Нурсул Тамбаев в Казахстане. Он будет всеми потихонечку там рулить. То есть, на самом деле, вот он забирается и забирается, а на деле он падает, падает и падает. Это все падение. Так же, как и Горбачев. Вот он забирался, забирался, забирался. Потому что, на самом деле, он рыл себе яму. И так же и Владимир Владимирович. Он роет себе яму. Ну, пусть роет, раз ему так охотно, свободного воля. Но то, что он этим самым укрепляет единоличную диктатуру, видно из того, как он это проводит. Вдруг, значит, в речи перед Федеральным собранием, говорят, нам нужно сменить правительство и поправки внести. На другой день уже назначен премьер-министр правительства, партии в сторону. То есть, политическая система разрушена одним шагом. Он создавал ее 20 лет, эту политическую систему, начиная с 2002 года, когда был лучшим первым закон о партиях. Вот они теперь четыре партии, которых он и так пельками там, так сказать, толкает, руководит или в ближайшее время. Царство лежа на боку, как поется в «Золотом петушке». А теперь он вообще на них внимания не обращает. Это оскорбление для любой партии. То есть, если бы это действительно демократия была, сначала надо с партиями советоваться. Теперь лидеру партийному предложить сформировать правительство, как это делается на Западе. И все вышло своим чередом. Нет. Значит, он как единоличный властитель их отпихивает, назначает правителя, помогает ему сформировать правительство. Значит, делает это все в единоличном порядке. То есть, конституционные поправки они предназначены для усиления, укрепления единоличной диктатуры Владимира Владимировича Путина. Никакого другого тут содержания нету. Значит, кроме вот этих двух главных вещей. Так что, по форме это вроде демократия, а по существу это такая диктатура, какой в России еще не было. Ельцин даже – это детский сад. По сравнению с Владимиром Владимирович Путином. Так что, ему можно только посочувствовать. А с другой стороны, да, надо организовываться, готовиться, углубляться в проблемы эти и находить важные и важнейшие решения новых социальных проблем, дорогие товарищи. А проблемы грядут все более и более сложные перед вами. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Но, правда, я предлагаю перед этим сделать перерыв, поскольку время уже вышло. Да, вот временечко вам повезло родиться в такую бучу. Зато все видно, наглядно, просто. Мы-то жили, мы не замечались, как, ну вот, Хрущев. Вот я вот здесь в школе – Хрущев. Каждый день из школы я приходил с новым анекдотом. Каждый день. Причем некоторые из них сейчас повторяются. Ну, в такой, в другой какой-то оболочке, а по сути те же самые. Брежнева мы как-то не замечали про Хрущев. Вот анекдотов было много. А Брежнева как-то не замечали, есть там он или нет, как-то нас не касается. И все благодать, все хорошо, все здоровы, все накормлены. Там мамочка моя придет с магазина. Ой, в магазине шаром покати. А шаром покати – это значит, нету масла и мяса. Вот если масла и мяса нету, вот она с такой формулой возвращается. На самом деле магазины, особенно в Ленинграде, я уже не говорю про Ленинград и Москву, были завалены. Причем пахли на улице магазины. Какая колбаса была! Ее ели с удовольствием. А сейчас и дорогую даже покупаешь от врата. Я уж не говорю, что дорогая сейчас недоступна большинству-то населения. А тогда была вся доступна. И даже шутили. Значит, советские люди едят отдельную колбасу. А отдельные люди едят советскую колбасу. Была такая советская колбаса полукопченая. Десять рублей в килограмм. Но дело не в цене, а дело в том, что как-то она была в дефиците. Появится где-то у всех день где-то есть, сразу раскупает. В очередь сразу раскупается. Вот, хотя тоже сейчас вот некоторые товарищи вспоминают. Ой, в магазине-то раньше шаром покати. Как бы шаром ни покути, ни покати, а человеку нужно, особенно мужчине, три раза поесть в день. Если он три раза в день не поет, то на следующий день работать не может полноценно. Поэтому люди-то что-то ели. И говорили тогда, и ваши родители вам подтвердят мои слова. Жалуются, в магазинах ничего нет, а холодильники у всех полные. Они бы там и полные. Все сразу все закупали в холодильник. Моя мать умерла. Начали разбирать ее хлам. Там, значит, один шкаф весь там в простынях, в наволочках, в полотенцах. А все жалуются. Ой, в полотенце что-то нет, в наволочках что-то нет. Поэтому как есть, сразу закупят, сколько можно. Я думаю, ни одной моей матери шкаф какой-нибудь забит вот этой ерундой. Что нам теперь с братом до смерти этого барахла хватит. Да, но эта вот диктатура была больше похожа на анархию, конечно. Поэтому воровство развелось, миллионеров подпольных, подпольного бизнеса. И они свернули всю эту нашу советскую жизнь. А помогли хорошие люди такие, культурные, образованные. Михалковское семейство. Такие они прям культурные, симпатяшкие, образованные. Так говорят хорошо. Но у них было полтора миллиона рублей на книжке. Полтора миллиона рублей, тогда доллар стоил 90 копеек. Он даже вначале меньше, там, в 64. Ну это вначале, а я тут вот имею время такое, в 80-е годы. Полтора миллиона рублей на всём готовом жить при наших тогдашних ценах. Это гигантские какие-то деньги. Машина стоила пять тысяч, а дом тысяч семь. Квартира хорошая тоже тысяч семь-вось. Сколько можно было квартир и машин купить на полтора миллиона? Горы. И теперь нам что-то объясняют, что не было ничего в магазине. Что не было свободы бедного. Свободы потому и не было, что деньги были, а превратить их во власть не получалось. Свободы спекулировать не было. Так же, как и сейчас, свободы убивать, свободы грабить нету. Свободы грабить нету. Свободу превратить своё богатство во власть. Вот они превратили. Значит, была. Я говорю, анархия прибрежная практически была. А раз анархия, значит, кто сильнее, кто наглее, тот и вылезает. Вот они и вылезали. Этим дядей Стёпой, значит, весь Советский Союз, все магазины были заполнены вплоть до нюрбы. А видите, нюрба есть такая, дочка такой в Якутии. Вот прилетаем мы в эту нюрбу, заходим по привычке в книжный магазин. Там, значит, россыпи книг. В том, что этот дядя Стёпа, везде он дядя Стёпа. Вот на него, на таких, как эта книжка, они полтора миллиона заработали. А сейчас в книге Михалкова-то стихи, там, революция, дефицит. Да? Да. А с чего вы взяли, что они в дефицит? Ну, нет, у Саревиновых никто. Вы спрашивали? Я спрашивали. Я спрашивали. Даже мне не приходят в голову и спрашивают. Я в библиотеку зашла за антидюрингом. Мне такие большие глаза сделали библиотекарши. Побежали искать запаску куда-то. Да-да-да. Не знаю, как это называется. Сейчас некоторые книги Энгельса есть в доме книги. Так что вы можете взять Энгельса, почитать в новых изданиях. Максу капитал издали у нас. В электронном виде там оцифровали вроде. В электронном все уже есть. Да. Просто тяжело читать. Я вот, например, и так очень много читаю. С телефона, с экрана, хочется и бумажно. Конечно, да. Нет, такие вещи надо читать в книге. С выписками, с вопросами, с отклонениями, с уточнениями. А компьютер рядом, чтобы какое-то понятие новое уточнить. Почему? Потому что это особая литература. Это вот литература, построенная на понятиях, на теории. Поэтому, чтобы ее читать, нужно понятие хорошо и точно знать. Тогда ты будешь понимать, о чем идет речь. И понимать, почему так, а не иначе. А если понятия нету, а просто человек надеется на то, что он русский язык знает и знает так называемый смысл слова, то тут много не углубишься в этой литературе. Понятие – оно слово, во-первых. Во-вторых, оно термин. То есть определенный какой-то смысл – уже более-менее отобранный общественный мысль. Скажем, там деньги – это то-то, то-то и то-то. Теперь, этот термин, если он является и понятием, он еще один пласт значений принимает за счет того, что он связан с другими понятиями этой теории. Деньги, скажем, находятся в взаимосвязи с понятием стоимости. Деньги – это денежное выражение стоимости. Надо четко себе понимать. Денежное выражение стоимости. Вот стоимость – это сущность, а деньги – это форма. Вот она проявляется в том числе в форме денег. Ну и так далее. То есть, по крайней мере, стало быть, слово можно рассматривать вот в этих трех уровнях. Значит, слово, значение слова, термин и понятие. А еще есть и идея. Идея – это еще более сложная такая вещь. Их не много идей, но они играют очень важную роль. И одно дело, скажем, стоимость в системе идей Маркса, а другое дело, скажем, стоимость в системе идей какого-нибудь Кудрина. Они разные вещи. Даже деньги. Особенно в наше время, когда появляются карточные деньги, электронные деньги. И тут, если человек не отдает себе отчетов, понятиях, он не понимает, о чем идет речь. Он тогда мыслит карточками, образами, деньгами, купюрами, монетой. А это не деньги, это все форма денег. Даже не форма, а знаки. Что написано на долларе? Что это за бумажка? Как она называется? Я давно доллара не держала. Не обязательно держала. Руки не пачкали об этом. Лезинцу писал, что на каждой мудрой следы. Хорошо. А на наших деньгах что написано? Билет Банка Российской Федерации. Билет Банка Российской Федерации. А там написано то же самое, только в английском варианте. Not a Federal Reserve System. Билет федеральной системы США. Федеральная резерта. Федеральная резерта. То есть то же самое – это знак. И они честно пишут, что это знак. И наши честно пишут, что это билет, а не деньги. А деньги лежат спокойно в сейфах. Даже не просто в сейфах, а в потвалах и в сейфах. Ну что, началось вопросов всех? Пока нет. Так. Ну что, какие есть вопросы? У меня был вопрос. Мы говорили про разницу между застоем и стабильностью. Вы сказали про стабильность, а застой в таком случае, что таком. Да. Застой – это ругательная конструкция для того, чтобы создать негативное впечатление о Советском Союзе, когда всё вот это последнее время советских десятилетий назвали эпохой застоя. В основном Брежневский. И так это давали как бы установку, что вот экономика не развивалась, а стояла. На самом деле это грубое вранье. Значит, в 1985 году, когда Горбачёв заступил на вахту, экономика СССР выросла на три с половиной процента. Три с половиной процента. Это много или мало? Сейчас много. Да. Эти тунеядцы уже сколько бьются и не могут добиться трёх с половиной процентов. Это у них сейчас цель. И ничего не получается. Но в СССР это был вот такой пирог и три с половиной процента – это довольно увесистый кусок. А сейчас она вот такая вот и три с половиной процента даже поесть не хватит. Маленький кусочек. Поэтому, значит, никакого застоя не было. Другое дело, что было – падение, прироста производительности труда и прироста экономики, соответственно. Да, вот этот прирост постоянно падал. В советское время экономисты сделали такую хорошую диаграмму, в которой было показано, что в тринадцатом году самым богатым в царской России производительность труда составляла одиннадцать процентов от производительности труда в Соединённых Штатах Америки. Одиннадцать процентов. В двадцать шестом году, когда была восстановлена за девять лет экономика старой России, вот этот богатый год, тринадцатый, довоенный, производительность труда составляла двадцать процентов от Соединённых Штатов. То есть рост почти в два раза. Значит, где-то в конце тридцатых годов наша производительность труда составляла тридцать пять процентов, если взять производительность труда в США за сто процентов. В пятьдесят пятом году, когда восстановлена была экономика довоенная, наша производительность труда составляла пятьдесят пять процентов от производительности труда в США. И в восемьдесят пятом году, когда Горбачёв заступил на вахту, она составляла пятьдесят восемь процентов от производительности труда в США. И вот я тогда делал лекции, и мне некоторые слушатели делали такое замечание, что, ну, мол, наверное, это всё-таки неправда, что-то это как-то подделка, наверное, больше мы. Ну, я там, значит, как-то на это отвечал, что, мол, ну, если взять сельское хозяйство, то да, она составляет только двадцать пять процентов от производительности труда в сельском хозяйстве США. А если взять, скажем, промышленность, особенно современные формы, то и значительно меньше. То есть у нас производительность труда в развитых технологиях была относительно лучше. Так что, значит, всё это преувеличение о неразвитости экономики в СССР, то есть это просто клевета. Я в молодость провёл в Мурманске, работал в море, ловил рыбу в Травом флоте. И вот у нас были такие рыболовные траулеры, работали там по сорок человек у нас. Небольшие такие кораблики, хотя очень эффективные, добывали много рыбы. И рыба была в пятьдесят пятьдесят пять копеек килограмм, и её было везде навалом. И рыба и молочная – это была пища пенсионеров. Сейчас, если вы зайдёте нахренок на любой, у этих рынков никого нету, а рыба дороже мяса. Да, и город Мурманс был тогда двести пятьдесят тысяч человек, и он такой был трёх-пятиэтажный. И вот я уехал оттуда в шестьдесят восьмом году учиться в Ленинградском университете. И потом судьба была милостива, а я воспользовался ситуацией, и меня послали в командировку в Мурманск в восемьдесят восьмом году, через двадцать лет. Я приехал в город, не узнал города. Это новый город, девяти, десяти, шестнадцати этажный. Раньше он был такой бело-жёлтый, тональности зимой – это очень важно, вот эта светлая гамма. А в восемьдесят восьмом он был светло-коричневый. Там был герой социалистического труда, строитель, Серов, кажется, фамилия. Такая была бригада ударная строителей. Город новый, теперь причалы у нас были деревянные тогда, а я сходил в порт, везде асфальт, хорошие такие набережные. Пагаузы, сараи, хранилища были деревянные из досок, а теперь каменные, кирпичные стояли. Всё новое, всё развелось. Поэтому и рыба была, поэтому она была дешевая. Ну, а теперь, значит, он захирил опять, почему-то же рыбу выгодно давать в Норвегию, чем везти сюда в Магнест. И сколько вот усилий не делают, уже лет пятнадцать или двадцать Путин. О рыбе, в Осон или не там. И дальневосточная рыба, и северная. Почему? Потому что невыгодно это стало. А рыба дорогая, на всех не хватает. Так, о чём ты спрашивали? О застой. О застой. Да, поэтому никакого застой не было. Это, значит, политика обалбивания Советского Союза, идущая сверху от контрреволюционеров, от предателей Советской Родины. Какая форма государственного правления в ДНР и ЛНР? Да, вопрос. А рыбе, сомнения есть. У них и их сомнений нет, нету демократии. Вопрос от Анны Жарковой. Александр Сергеевич, как быстро рабочий класс должен пройти период от класса в себе до класса для себя, при нынешнем состоянии экономики, до того, как создастся революционная ситуация? Да. Вот это вопрос действительно такой сложный. И я думаю, что на него ответить можно только в общем. И общий ответ такой, что вот впечатление по состоянию нынешней стихии самоорганизации народа времени потребуется еще очень много. С другой стороны, если судить по тому, как развивались предреволюционные и революционные ситуации в других странах и в нашей стране, то это может быть очень быстро. Я думаю, что есть предпосылки и в ту, и в другую сторону, и аргументы соответственно, и за один вариант, и за другой. За вариант медленного развития, значит, то, что шок и разорение очень большие. И рабочий класс, вообще трудящиеся, они еще все находятся в таком подавленном состоянии. Проблема выживания и индивидуального выживания, а она сейчас у большинства еще на первом месте стоит. Во-вторых, значит, наш враг классовый, он ведь советский враг-то. Он знает, советское сознание, он знает, как пролетариат борется с буржуями. То есть наши буржуи знают, как с ними борются. И они знают, поэтому, как бороться с рабочим классом. И ведут очень грамотную политику по разделению, по выставлению фиктивных партий, фиксивных профсоюзов, по заведению людей в тупики. И очень успешно это осуществляют. Причем Путин почувствовал такой, как это называется-то, кураж борьбы с оппозицией. Он ее очень хорошо чувствует, и он такой человек неглупый. Он очень научился, значит, тонко себя с ней вести. И вот в последнем интервью, который он сейчас дает, говорит, оппозиция, она нужна, она отставит там какие-то частные интересы, особенно на местах. Хорошо, что есть другое дело, что она должна вести себя по закону. Она тебе не должна позволять там ничего лишнего. Строго по закону. А если мы не будем запрещать, она потом будет витрины бить, машины жечь. Шедевр его вот этой политики в 12-м году, когда там от него было 4 партии парламентских, но от него потребовали, значит, снизить цен с создания партии. Там по закону было 50 тысяч членов данного партии регистрируемой. Ему потребовали меньше, он снизил до, по-моему, 500 человек сейчас. 500 человек у вас есть? Если у вас деньги на 500 человек, можете создать партию. Кубите партийных билетов, раздадите, значит, чтобы те сказали, если их спросят там по телефону, вышли от такой-то партии, вы скажете, да, член Совета, получите 5 тысяч членов билет и подтвердите по телефону, что вышли от партии. То есть вот эта политика, она позволяет тоже сдерживать сознание. Я уж не говорю о предательстве, скажем, вот Шмаков. Федерация независимых производителей России. Это откровенный предатель. Это проводник интересов буржуазии в рабочем движении. Он работник профсоюзов с советских времен. Отрастил себе вот такой физиономии. И он не делает ничего другого, как обманывает рабочих. Дело дошло до того, что Путин, у нас есть департсоюз, с трибуны, говорит, как его звать-то, я уже забыл. Михаил Владимирович, ваше святое дело заботиться о росте заработной платы. Кто? Бам-бам-бам-бам. Делает вид, что он, значит, слушается и будет поднимать заработную плату. Ничего он не будет. Он думает о том, как бы буржуи нажились, и его сохранили таким толстеньким и румяненьким о власти. Вот и все. Ну и, конечно, создавать профсоюз в этих условиях, то есть организовываться трудящимся, очень трудно. Тем не менее, эта организация идет, просвещение идет. И я, значит, удивляюсь, все новые и новые факты вот этой организации и просвещения. Они подчас носят наивный характер, но они показывают, что народ стрепенулся. Вот такое есть предреволюционное сознание. Мне кажется, оно уже есть. Вот только что появился ролик Светланы, Лада, Рус. Вот она провела, значит, 31 декабря Всероссийский съезд Организации и Возрождения России в Свердловске. И действительно, 6 тысяч, да, большой зал, народ там принимает какие-то решения. И у нее забота. Вот как нам демократическим путем, мирным порядком, значит, издать законы и возвратить власть трудовому народу. Я ее поддерживаю, душевные порывы, да, но Светлана Михайловна, я ей скажу про встречу. Дорогая, при всем к вам уважении, ну, не надо начинать изобретать велосипеды. Все-таки были люди-то гениальные, кастролеры построили СССР, они руководствовались теорией, передовой теорией. Ну, поучите, поизучайте, как это делается. А это очередной междусобойчик. Очень хорошо, что такие вот наивные люди собираются, поторохнят, объявятся, давайте, мол, собираться, создавать советы самоуправления, разъедутся, и ничем это не закончится. А в худшем случае, поскольку они там опираются на малые и средние предприятия, они получат ура патриотов для борьбы с коммунистами. Никакой задачи в мелкой буржути в революционных процессах нет. Бери жидов и коммунистов. Согласны ли вы с версией о том, что взрывы домов в 99-м году в РФ были осуществлены российские буржуазии с целью наберзать Вторую Чеченскую войну и перевести Путина в класс? Ну, что-то это какая-то фантазия, я думаю, на тело. В 99-м году что-то взрывали там, резаневали. Да, но все равно взрывали-то взрывали, и взрывала какая-то мелкая буржуазия, конечно, больше некому. В годом с целью. Вот, но какие там у них цели, чего там сделать, я думаю, что это мерзость и глупость одновременно в одном хлопоте. Взрывами никто ничего никогда не решал. Значит, если они не делают с какой-нибудь организованной силой в массовом и регулярном порядке, как вот, скажем, фашисты, это террор. Он нужен постоянно, чтобы пугать людей. Кстати, тоже это вот Гитлер выполнял волю-то крупного, наиболее крупных частей шовинистического капитала, а социальной базой все равно были мелкие буржуазии, лавочники, мелкие крестьяне там, остатки каких-то крестьян. Кстати, так же, как и Наполеона. Наполеоновская армия – это кто? Это мелкие крестьяне, которым вот только что дали разделённую от помещиков землю. Вот они получили немножко земли, но чувствуют не развернуться. Бонапарт предложил им, товарищи, вон в России, вон сколько земли, пойдём-ка завоюем, да будетесь землёй. И они рванулись с удовольствием. Кстати сказать, вот никто что-то не задаёт мне вопрос под хороший ответ о, значит, путинском бонапартизме. Мы его как-то затрагивали. Что? Вот Путин в этом смысле, он напоминает не Наполеона первого бонапарта, а Наполеона третьего бонапарта, значит, первого президента второй республики. Это он заступил на вахту в 48-м году, в результате революции, с 1848 года. Причём, значит, его избрали президентом. Через некоторое время он совершил государственный период. Он несколько их там совершил. Но государственный период, в результате которого он сделался императором. И стал императором Наполеона. Наполеоном третьим, племянником того. Причём папашка у него был королём Голландии. И сам он авантюрист в ладых ногтей. Значит, в чём это заключается, политика бонапартизма? В том, что после революции наступает контрреволюция, и он вот этот выходец контрреволюции 48-го года, когда классы ослаблены в результате вот этих действий, и он проводит политику, значит, такого варьирования, лавирования между этими классами, и политику единоличную, опирающуюся на силу. А у него там своя была сила, своя организация, и армия государственная. И вот он так правил 18 лет. По этому поводу есть блестящее исследование гражданской войны во Франции, которую я вам настоятельно рекомендую. И 18-я брюмера Луи Бонапарта. То есть вот этого Бонапарта лучше называть не политика бонапартизма, а политика Луи-бонапартизма, чтобы отличать её от политики Бонапарта. Она тоже Бонапарта первая, но это всё-таки другой Бонапартизм. А это вот такое лавирование между ослабленными политической борьбой и политическими силами. И Владимир Владимирович, он точно воспроизводит эту политику. Даже уже приготовили ему и место императора. Тут выступал недавно в субботней передаче по ТВС Сатановский. Как ты его звать-то и забыл? Сатановский, известный он, директор какого-то института Востока. И часто выступает как эксперт по восточным всяким проблемам. И он говорит, в России была у нас царская, империя была советской империей, теперь у нас вот будет новая империя. То есть империя уже готова. Осталось стать императором. И когда он станет вот этим властителем, там только шаг, и император готов. Он и сейчас уже как император действует. А тогда будет и совсем не готов. И я думаю, что, конечно, этот соблазн есть у него, думаю я. Но, рассматривая, анализируя этот соблазн, нужно вспомнить и о конце политики Луи Бонапартин. Чем она закончилась? Не помните? В 71-м году-то что было? В Парижской коммунной. В Парижской коммунной. Она закончилась Парижской коммунной. Она закончилась тем, что этот Луи Бонапарт был взят в плен немецкими войсками, попросил, чтобы его отпустили в Англию, и там через два или три года умер. В возрасте всего 64 года. Поэтому это очень вредная в личностном смысле политика. И я бы лично пожелал бы Владимиру Владимировичу не связываться с этим вариантом политики. Какие цели преследует российская буржуазия в Сирии? Да, действительно, вопрос. Ну и вопросы у наших слушателей. Я думаю, что разные слои буржуазии преследуют разные цели, но их общая цель состоит в том, что за вот эти вот 25 ельцинских и путинских лет предыдущих значит, они растеряли по миру всех своих союзников. Все свои базы потеряли, политические военные. И Сирия осталась в близком и таком опасном для нас регионе последним оплотом. И если и с него бы прогнали Россию, или она вынуждена была бы оттуда уйти, то Россия лицом к лицу встретилась бы с ИГИЛом, с афганскими там недобитыми их коллегами. И еще более вот этими острыми проблемами противостояния и с Америкой, которые руководят этими силами, и с самими этими силами. Поэтому я думаю, что это такой упреждающий удар. Встреча на дальних подступах американских и вот этих ближневосточных враждебных сил. Это примерно та же политика, которую проводил и Советский Союз неуверенно, непоследовательно, трусливо в Афганистане. Значит, Афганистан – это тоже была борьба с исламским терроризмом на дальних подступах. И это было очень правильно и мудро сделано – остановить их в Афганистане. И действительно, мы прожили вот этих 10 лет без непосредственного контакта с ними. Хотя и то они умудрялись потихоньку, но заражать, значит, наркотиками СССР. Но проводили эту политику Брежнев с компанией трусливо, по-буржуазному. То есть вели войска, поставили их между горами, где были талиевы, и Кабулом, столицей, защищали Кабул вместо того, чтобы защитить революцию афганского общества, народную революцию. Они защищали Кабул, то есть консервировали как бы этот конфликт. Чего его консервировать, тогда уж уйдите оттуда. Если пришли решать вопрос – решайте его и уходите. А встали и стоят. Поэтому я думаю, что это вот такая борьба на дальних подступах, что сковать там вот эти силы, чтобы они не так рьяно обрушились на Россию, на российских капиталов, на российских капиталистов. Ну, какие еще вопросы? А вот много же сейчас очень людей реально верят, что вот это вот и есть продолжение коммунизма. Но вот Путин уже из КГБ, вот смотрите, репрессии есть, как бы и Дим тоже. То есть вот, вот. Как раз такое верят. Да, очень много и родственники мои, и товарищи, особенно, кто либерально в таких взглядах придерживается, что... А, накат на Путина вот с этой стороны. Да. Да, действительно. У меня такой родственник есть. Путин – это большевики, и вообще вы все большевики, и продолжаете палить к большевикам. Причем он грамотный, культурнейший человек. Да, но он по своему социальному положению и материальному положению, он буржуар. Да, и поэтому у него взгляды мелкобуржуазные. Ему теперь уже Путин, это кажется, значит, ну что-то такое нехорошее, а поскольку на буржуазное они не могут сказать нехорошее, значит, они на коммунистов это все переваливают. Что вот, да, Путин, он большевик, методы у него большевистские, свободы слова нету, да, и приводит мне, значит, ну как бы продолжателей большевизма при Путине и продолжатель коммунистической тенденции. В том числе, например, на днях присылает письмо, публикацию, но выскочила из головы, статья о Горбачеве, Шевцовой, Лидии Шевцовой, о Горбачеве, который, значит, говорит, вот Горбачев был настоящий демократ, он коммунистично правил Россию, он останется светлой памятью на долгие времена, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Это он, ему, значит, где-то около 51 или 52 года, это моему родственному. А я эту Шевцову знаю с 90-го года. Я учился в Академии общественных наук в Москве. А она там преподавала в те годы. И теперь я понимаю, что вот те буржуи, которые организовывали тогда образование, значит, партийных кадров, вот они и привлекли тогда эту Шевцову. Я тогда ещё понял, что она антимарсист, антикоммунист. Она начала нам там лекции читать по демократии, в таком американском духе. И притащила с собой какого-то, значит, американца, который с мини-компьютером, с ноутбуком, вот с таким же. Нам тоже читала лекция о демократии. Чушь там эту нёс американскую. Как будто нам в Академии наук это было, значит, по нашему уровню. Мы к нему отнеслись, как детскому саду. Да, и она такая ярая антикоммунистка потом стала. Все эти годы пропагандирует, значит, против коммунизма. Тогда она была за Ельцина против Горбачёва. Теперь она за, значит, Ельцина против Путина. Путин теперь уже ей не нравится. За Горбачёва против Путина. То есть она не только антикоммунистка, но она ещё такая и русофобка. Несмотря на то, что сама дома русская, так же, как и мой русский. Значит, вот чем они питаются. Вот такими Шевцовыми. Или там Пятковский есть журналист. Тоже матёрый такой антикоммунист, русофоб. И вот он мне его творог в качестве авторитета. Вот, почитай. И сколько я его не объясняю, что ну что мне их читать? Я их знаю уже по 20-30 лет. Я их знаю как... И одно и то же. Ты мне скажи тему, я скажу, что они по этой теме скажут. Чего мне их читать? Мне их не надо читать. А главное, что ну это жвачка у этой Шевцовой. Ну вот одну и ту же они жвачку в разных вариантах всё публикуют. Причём теперь я понимаю, что и тот, и другая, они на содержании каких-то спецслужб. То есть они не зря работают. Не от души. Им по 75, наверное, уже сейчас лет. Вот. И это у них хорошая работа. За такую статью они там получат 3-5 тысяч долларов. Что? Да. Ваша оценка результатов 905-го года и какие результаты этих действий можно перенести на современность? 905-го? 1905-го. Ну, моя оценка самая высокая. Это был героический рывок вообще русского общества и буржуазии, и рабочего класса. В 905-м и рядом, в 904-е, в 905-е, в 906-е возникли почти все партии вот эти новейшие и профсоюзы. И это было такое массовое антифеодальное, антимонархическое движение. Возникли и буржуазные партии, около 30 штук, с 5-го до 17-го года. И социалистической ориентации такой, тоже партии 20, наверное, с 5-го по 17-й год. Но самое героическое – это Ивановский, Иваново-Изнесенский совет рабочих депутатов и декабрьское вооружённое восстание в Москве. Поэтому это был такой образец. И очень правильно, мудро, в то же время, самое, оценил его Владимир Ильич. Он тогда назвал это «генеральной репетицией 17-го года», ну, социалистической революцией. И действительно, это была генеральная репетиция. То есть рабочие поняли, как создавать советы, как создавать власть. Теперь, там воспитались кадры революционеров. Они потом продолжали работу. И в 17-м году, в этом совете в Ивановском был 151 человек. И из них человек 20 в 17-м году в других городах создали советы по опыту Ивановского совета. Теперь многие выдающиеся советские деятели, значит, члены этого совета, в основном рабочие, да не узнал, а только рабочие там были. Потом стали выдающимися деятелями Советского Союза. Вот, так что очень высокая оценка. И декабрьское вооруженное восстание тоже было очень мощное и сильное. И тоже это было хорошим опытом вооруженной борьбы. Значит, вооруженной борьбы в момент революции. Поэтому, когда осуществилась революция в 17-м году, мы и теоретически к ней были подготовлены, лучше других партий. Кстати, об этом заявил Чернов, лидер СРов тогдашних. Он говорит, из всех партий программа «Что делать?» была только у большевиков. И действительно, большевики знали, что делать на второй день после революции. Никакая другая партия не знала, что им делать. Сказали, вот власть-то взяли кадеты в феврале, а что делать не знают. И вот в поисках где-то, в скором дискуссиях. А большевики тут знали. А главное, народ знал, а рабочие знали. Поэтому это заслуженная первая такая русская революция, которой мы гордились, гордимся, и которая нам еще поможет в будущем. Возможно ли возрождение общинности и советов без опоры на сло? Да, ну и вопросы. Борис Широшин. Хороший вопрос, спасибо. И время еще есть? Да. Без опоры на село. Да. Тут в чем сложность этого вопроса? Сложность вопроса в том, что крестьянство и села в том смысле, в котором село было до 70-х, может быть, даже до 80-х годов, их уже нету. Вот я, у меня отец был из тех 25 тысяч рабочих, которых в квартиру послала, хотя мой отец был без квартиры, послала в деревню после войны работать председателями колхозов. И я в колхозе проработал ну, где-то два лета. И очень хорошо знаю этот быт, настроение, людей и прочее. И вот тогда, ведь тогда я не чувствовал, что вот это община. Вот все люди в деревне, какие-то родные, с работы, с песнями мы шли. Вот тогуем целый день, да? А возвращаемся часов там, пять-шесть домой, бригада возвращается, девицы такие лет 18, 20, 23. И с песнями, вроде как, будто и не работали. Если праздник, то, значит, ну, гуляют всем в село. Да, на одно из лет пришлась электрификация этой деревни. И это был всеобщий праздник. Всех накупили там радиоприемников, радио, электричество, объявили, значит, митинг, двенадцать сов, собрание и потом в час зажигания света. Вот провели этот митинг, зажилой свет, мозг, музыка по всей деревне полилась и большая-большая пьянка. Вот, причем пьянка такая, что из одного дома в другой ходят как к себе, поздравляются, целуются, обнимаются, в общем, все, что ходили. Община вот эта была. Теперь она, ну, отсутствует. Я думаю, что в будущем она возможна, но это уже будет другая община. Например, вот как сейчас я знаю, значит, крупные сельскохозяйственные предприятия сельскохозяйственного типа, скажем, под корму свиней под Ростовом-на-Дону. Сменокомплекс, рассчитанный на сто пятьдесят тысяч голов. Это промышленное производство. Оно вроде сельскохозяйственного типа. Продукт ее вроде сельскохозяйственный, а на самом деле это промышленное производство. И вот забыл я фирму, которая делает современные электронные счетчики. Примерно треть счетчиков она нынче выпускает в России. Она базируется в Ставропольском крае. И она создала при себе сельскохозяйственный отдел. Закупила земли, технику сельскохозяйственную весной посылает своих специалистов. Они там на тракторах на чем-то спашут, потом летом там прополят, проборонят, польют, потом, значит, осенью пошлет бригаду с уборочными машинами, соберут урожай. Вот это уже община нового свойства. Она как бы промышленно-сельская община, если иметь в виду вот эту общинную сторону. А вообще-то, значит, коммунизм, коммунитическое общество, оно и должно состоять из общин. И вот эту часть политики коммунистической партии, мне кажется, она выпустила из внимания в силу того, что с начала 30-х годов встала во весь рост рост задачи безопасности. То есть уже главный вопрос стал вопрос выживания, вопрос сохранения перед лицом войны, вопрос монолитности государства, концентрации сил. И уже было не до общин. Поэтому я удивился, что вот неотносительно недавно открыл, что там был выбор, вот когда сельскохозяйственные реформы были в 1930-м, 1931-м, 1932-м, коллективизация, там встал вопрос, идти по пути коммунной общины или по пути колхозов. Странный выбор. И Сталин, и другие руководители партии приняли решение, что пока принимаем устав колхозов. Да мол, до общин мы не дошли. Вот я сейчас думаю, что это была такая ошибка. Почему? Потому что, допустим, вы не развиваете коммуну, оставьте её в покое. Может быть, сами люди где-то, они будут развивать коммуну. А ставить вопрос принципиально – нет, мы развиваем только колхозы. Колхозный устав во голову ставит. Он тоже общинный, он тоже как бы коммунистически работает на коммунизм. Но всё-таки это какая-то артель, это предыдущая форма. Артели были и при монархии, при феодализме. Артельный труд известен со средневеков. Я, в том числе и в сельском хозяйстве. Вместо того, чтобы и каждое предприятие делать общиной, вот и сейчас. Что такое профсоюз? Сначала он назывался коалицией, потом профсоюз, потом была длинная дискуссия. Какой должен профсоюз быть? Профсоюз профессии или профсоюз производства? Дискутировался во время революции у нас. И выбор пал на профсоюз производства. На одном производстве в профсоюзе люди разных профессий. И это правильно. Но по сути профсоюз, он должен был развивать себя и свой коллектив в общину. И в своей книге, значит, я обосновываю основательно вот эту вещь, что в 19-м, в 20-м годах возник новый вид общины. Профсоюзная община, производственная община. Скажем, в древности какая у нас община была? Родовая, я уже говорил сегодня, да? У раболдельцев была раболдельская городская община. Древние Афины – это община раболдельцев. Римская первая община начальная – это 30 римских родов составили общину. То есть 300 совершенно, да, 300. 30 этих курий. Вот это курии, такие более крупные объединения уже руководящего свойства, государственного руководящего свойства. Значит, они уже были общинами, какими? Эксплуататорскими. Теперь, в феодальном обществе, тем более общины были, значит, и сословные, и у крестьян, крестьянские общины. И вот этот спор, кстати, был спор большой, не спор, а консультации, скорее, наших марксистов, Вера Засулич, другие писали Марксу по этому вопросу письмо, не поможет ли русская община, значит, коммунистической революции. Марксу пишет в том смысле, что если революция в России станет дополнением европейской, пролетарской революции, то, возможно, она станет исходным пунктом коммунизма в России. Но поскольку получилось немножко по-другому, революция возникла в России сначала, и она осталась без такой поддержки с Западом, поэтому вопрос об общине, он как-то так остался в стороне, а поскольку общинное движение было и мешало в значительной мере профессиональному, то как-то Ленин критически относился до, по крайней мере, до революции к общине, к общинному движению, понимая под этим крестьянскую общину, то есть старую общину, вот эту частную общину, которая вела к консервации мелкого сельского хозяйства, это была реакционная стихия, поэтому он всячески от нее отходил. Но после революции он как раз увидел, что кооперация, в том числе и сельская, она имеет все элементы для коммунизма. И, конечно, вот эту общинную сторону русской жизни нужно было развивать, а она почему-то задохлась, и когда, с одной стороны, когда в 18-м году Владимир Ильич создал Высший Совет народного хозяйства на основе так называемых рабочих комитетов на предприятиях, то это был такой вот шаг в направлении к тому, что вот эти народные общинные силы, они объединяются в государственном масштабе. Но когда это ВСНХ в 1932 году был распущен, а вслед за ним там, значит, и в профсоюзах возникли трения, то вслед за ними и Советы потеряли свою вот эту производственную основу, общинную фактически основу. И это, я думаю, вот было таким ударом по корням советской власти. И тогда руководство, с одной стороны, не всё вполне понимало, а с другой стороны, вот было связано вот этими новыми предвоенными задачами, задачами выживания. Так что это очень важно, такой большой вопрос, и на некоторые тут под вопросик, и как бы я себе ответил, и так другим, а не знаю, но тоже ещё не всё выяснил. Я вот всю эту молодёжь подвигаю, чтобы она поизучала вот эту тему. А вообще у Маркса было, что каждая деревня должна стать коммунной. Вот про парижскую коммуну, когда он писал. Коммуна, она неправильно тоже названа французская. Коммуна – это община французская, а руководство – это совет коммунный. Поэтому нужно писать о совете коммунной, о руководящем органе этой общины. Поэтому, значит, каждая деревня – община, и в ней есть совет. И совет вот этих советов, совет коммун, – это и есть государственная новая власть. И у Ленина поэтому есть где-то совет-совет. Что такое Верховный совет? Это совет советов. И у нас как-то было это, вроде, ощущение, но вот чёткого такого осознания и прописания не было. Но немножко мы с Михаилом Васильевичем, вот в нашей последней книжке, немножко этого касаемся. Совета советов. И коммун в каждой деревне. И в СНХ. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Ну что, хватит на силу? Спасибо, дорогие товарищи. Я надеюсь, что полезный будет вам разговор. Будут возникать вопросы? Пишите, спрашивайте, не стесняйтесь. Давайте, до следующих встреч.